Итак, дорогие друзья, вот было первое видео Святослава, где он пришел с полного нуля. Я дал файл, для новичка этот файл невидимой сложности, но тем не менее, первые слова были, я не умею, не знаю как пользоваться гидкап, скопировал, создал репозиторию, это уже здорово. И дальше, по программированию несколько видео смотрел и так далее. В общем-то, это первое видео с домашним заданием, будет в описании. Давайте смотреть, как он продвинулся и дальше делать что-то. Смотрел ваше видео, читая документацию, разбирая все о числах, строках, списках, для понимания, как это работает, доходит очень медленно. 7 дней я все это читал каждый день, по 2-3 часа просматривал то видео, которое вы отправили, пробовал приславить переменные значения числа, списки, строки. Первые дни, ну, очень медленно приходило понимание, но эти числа, строки и списки я читал документально, но все равно не понимал. Когда начал приславить переменные значения, медленно начало доходить, что с числами может делать калькулятор, возраст, вес, размеры. Со строками можно использовать для имен какого-либо текста, списки, в них можно комбинировать числа и строки. Понимание приходит, когда начал присваивать значения перемен, начал понимать переменные по этим типам. Сейчас я смотрю на это, что я делал 7 дней, не понимаю, что делать можно было, если можно было все сделать, грубо говоря, быстрее. Абсолютно нормально, Святослав, нормально. Что здесь можно выделить? Вы выделили главное, да, но на самом деле мы сделали больше, чем я бы потребовал сейчас. Первое. Вы поняли, что в списках можно присваивать, то есть использовать любые типы данных, и также строки и числа, да, все это разобрали. Но на самом деле здесь не надо переживать, все это будет тренироваться. На данный момент от вас требовалось понять только одну вещь. Сейчас он прислал три файла. Смотрите, человек с нуля, но прислал файл уже Sol Solidity, прислал файл Py, и прислал файл Windows Окно. Мы сейчас с вами сравним, ведь ранее он писал, что он нифига не понимает. Картина начинает меняться. Итак, я создам свой файл, и будем говорить, что хорошо, что плохо, а что очень плохо, а что очень хорошо. Очень хорошо, что суть поняли, да, а что надо было понять? Смотрите, Святослав, нужно было понять, и вы это поняли, что переменной присваивается значение. И вот это понимание, оно относится ко всем языкам. Когда вы написали код на солидности, вы тоже присваивали значение, и до вас дошло, что переменные теперь, когда вы посмотрели во всех языках, имеют значение. То есть, им присваиваются значение. Теперь вопрос. Мы сейчас эти начнем уже заниматься, проверяем. Теперь нам надо вопрос. А где хранятся эти значения? Здесь, чтобы переведем на совершенно простой человеческий язык. Сейчас я помогу. Давайте разберем очень простой пример, который все показывает. У каждого дома есть кухня. Я нашел первый выпавший снимок. И в кухне есть шкафчики, где стоят какие-то продукты. При этом, когда вы составляете продукты, вы помните, что чай, там, чай и другие, там, какие-то продукты у вас в шкафу, или там, на полке, или где-то еще. Вы держите это в памяти. Вы просто знаете. А здесь мы имеем дело с компьютером. Мы же не можем просто сказать компьютеру, компьютер, а вот запомни, что вот эта гречка похожа, да, вот это все отсюда, вот эта гречка, вот это имеется в виду, вот это, будем считать это сахаром, и вот это ложки-вилки. А запомни-ка, пожалуйста, что это все в шкафу. Компьютеру так не скажешь. Ну, что можно сделать с компьютером? У компьютера есть язык программирования. И мы можем вот этот сам шкаф объяснить компьютеру через язык программирования, как это все запомнить. А это получается довольно просто. Просто вот это и называется типы данных. То есть компьютер, вы как раз списки уже проходили, прошли, поэтому компьютер поймет, что список при помощи квадратных скобок. И мы можем назвать список шкаф. Ой, не то я написал. Шкаф. То есть при свое значение списку назвал его шкаф. Конечно, на латынице. Просто я буду объяснять на русском. Теперь мы можем понимать под этим шкафом список, так как нам надо положить туда несколько элементов. И мы можем спокойно перечислить. Давайте-ка попробуем просто перечислить. Гречка. Я правильно написал? Нет, неправильно. Давайте посмотрим, почему. Да. Святослав. Желательно вам установить, разобраться, Jupyter Notebook. Я давал видео. Сейчас еще. Jupyter Notebook. Здесь есть документация. Здесь есть инсталл. Если не разберетесь, то можно набрать на ютюбе. И для всех систем. Кроме этого, я давал видео. Вот здесь, если пойти в Django 4, пишем сайт с нуля, что сбоку, если его здесь уже нет. И 15-е, по-моему, там установка Jupyter Notebook и автозавершение. 17-е, 18-е. Когда вы делали домашнее задание, вы выполняли все в одном файле. Это не очень удобно. Jupyter Notebook это та же каббатная строка. Здесь очень удобно. Вы просто создаете новый файл. Новый. Тут будет и Django. И можете вводить по кускам весь код. Что будет удобно. Мы написали с вами здесь, здесь гречка. Но правильно ли мы это написали? Как раз я вам и говорил работать с переменными. Почему? Потому что, если мы введем просто, допустим, вернуть print-a и сейчас запустим, то мы получим исключение. Name-a и Snodifinit. То есть, правильно, просто ввести гречка, просто ввести гречка у нас не получится. Почему? Потому что гречку язык распознает как переменную. Ведь это просто слово, здесь нет никаких знаков обозначения. Но если мы применим... Ой, немножко здесь не так, поэтому пойдемте в жупитер. Но если мы применим... А присвоим значение строки гречка, то тогда уже все будет нормально, вернет значение. То есть, вы поняли, что когда нет никаких знаков вокруг какого-то слова, символа, это называется переменная. Соответственно, выражать какие-то мысли в языке программирования надо при помощи типов данных. Вы это разобрались. Посему здесь вот так получается, ну, что строка, да, обычно одинарные или двойные кавычки, но в данном случае, в данном случае, мы понимаем, что это как кавычки. То есть, строка гречка. Далее. У нас есть вилки-ложки. Значит, мы можем, как вы и написали, списки могут включать другие списки. Мы можем включить список, и здесь вилки вилки. Ложки. Далее. Мы также включаем сахар и все, что хотим. Теперь вся аналогия с типами данных, как в жизни. Ведь мы можем достать гречку, значит, мы можем излечь его, найти этот элемент и излечь. Можем поставить, добавить. Можем, значит, посчитать, сколько количества здесь всего там, круп, да. Для этого есть определенные методы. То есть, в языке программирования все как в жизни. Единственное отличие, что здесь мы обозначаем, это определенными специальными символами. Разобрать. Теперь, то, что я вам давал домашнее задание, что вы сделали неверно. Открываем ваше домашнее задание. Я его назвал Home. Вот оно. Я его разместил здесь. Но можно все по блокам. Вот здесь у вас все правильно. Это не подход. Вы написали потрясающе, что разобрались. Но, что я вам говорил? Идти через исключения. Не нужно сделать, чтобы все было правильно. Потому что в жизни все будет наоборот. Ваша задача научиться работать с исключениями. Посему при изучении вы просто допускаете исключения, ошибки. Вы это делаете постоянно. И в этом будет заключаться ваша работа. Так. Здесь мы еще будем кое-что рассматривать. Еще одно будет домашнее задание. Дальше. Давайте попробуем это проделать. Вот берем вот этот кусок кода. Открываем предыдущий, который был. Вставляем сюда. Чем хорош Jupiter ноутбук, что можно работать. Вот он. Все верно. А теперь попробуйте. Давайте мы присвоим значение строки. И попробуем запустить. значится у нас идет здесь она не участвует. Да? Не участвует. Возьмем, что участвует. вот здесь присвоим значение строки. И получим исключение. not int to satr, да? То есть строка с числом нельзя же сложить Вася плюс пять. Ну, в жизни, наверное, можно. А в языке программирования нельзя. поставим здесь другой символ. запуск. Неправильный синтаксис. 25, вот подчеркивает строку. Во-первых, вы начнете изучать, как выглядит исключение. К ним вы будете доходить потихонечку. Но, что бы вы ни делали с этого момента, вы должны везде допускать исключение, чтобы знакомиться с ними. Потому что исключение это ваш помощник, при помощи которого вы будете исправлять код. Когда вы идете таким образом, вы будете привыкать. Мы сейчас можем что сделать? Абсолютно верно. Мы можем исправить. Допустили, исправили. Поняли. Ход мысли. Здесь я вас понял, чем хорошо обучение таким образом. Вот здесь вы, наверное, планировали вывести А. Результат. Вот это, да, и какое-то А. Мысль у вас была правильная. Для этого надо просто открыть формат. Метод Python. И вы обязательно найдете. Только ищите вначале в документации. Вот он. И вот результат. И по сути дела мы могли бы сделать, дописать так, чтобы нам было понятно, что здесь написано. Давайте попробуем. наш принт. Наши переменные А, которые вы писали. Дальше все было просто. Это вам уже домашнее задание разобраться с этим методом. мы даже сейчас используем не формат метод, а просто что-то, да. Если мы хотим что-то вывести, мы ставим F, маленькую букву, да, первое. Дальше ставим строку. И в строку мы можем помещать любые переменные. Это я вас просто ввожу в курс, а вы разберетесь, потому что есть еще сам формат метод. И любые переменные. Мы можем взять, поставить сюда результат. Вот этот. вторую переменную мы можем опять же поставить ту же переменную А, хоть она у нас есть, но просто посмотрим, что будет. И нажмем Ctrl Enter. 571 наша переменная, вот она 571, вот наша 5. Таким образом вы сможете уже оформлять свои выводы более практично. При этом, если вы будете работать с такими фреймворками, как Django, аналитика, допустим, анализ данных, это все критически необходимо. В школе есть эти уроки, ребята делали шпрыгалки, но разберитесь, сформатируем строк, записывайте это домашнее задание себе, если вы уж пытались. Разобраться в Jupyter ноутбук, поняли, да, вы можете выводить под кусками, потом взяли вот эту переменную в новую ячеечку. Странно, у меня здесь автоматом не создается, обычно создается, но ничего. Мы можем вставить. Мы можем, допустим, посмотреть, что будет. и получаем синтетическую ошибку, да, читаем. мы уже познакомились. После этого что мы берем? Абсолютно верно. Вводим и ищем на сайте Python. на сайте Python. Читаем. Сразу распространенными вид. Для вас главное понять, как это выглядит, какая линия, как отмечается. К этому должны привыкать глаза, поэтому вы делаете как можно больше ошибок. и здесь описано. Пришествующей стрелке, например, ошибка обнаружена в принт. Двоеточие, да, то есть все четко расписано. Вот вы получили исключение, у вас они будут набираться, посмотрели, исправили, воспроизвели, исправили, воспроизвели. Таким образом ваши глаза и ваш мозг начнет привыкать. Эта память, она никуда не стирается. Просто вы вырабатываете два вида действий. В большинстве процентов, процентов 99, что делают ребята, а вот что они делают. Неверно делают. Можно это делать, но это неверно. Это не программист, потому что я недавно смотрел статью, секунду, совершенно случайно, это новички рассуждают. То есть когда человек может сказать, что он стал программистом, давайте просто пробежимся. Когда он способен, ребят, вы можете не соглашаться с моим мнением, но видно, что рассуждают, когда он способен абстрагироваться от инструментов, то есть может понять, что является ключевым для решения задачи, независимо от какой технологии он использует. По сути дела, да, верно, но это одна из особенностей, это просто нормальное действие программиста. Это не значит, что человек стал программистом, если он абстрагировался и пишет там на JS или будет писать на Python. Дальше. Это просто, будем говорить так, хорошие привычки, когда он задумывается о других разработчиках. Как вы думаете, почему я вам дал файл, не сам с головы беру, да, а какой я вам файл дал. Windows. А, вот он Windows этот. Код Russell Kate Magi. Вы об этом не знали, но я вам сейчас скажу, чтобы теперь вы будете знать. Russell Kate Magi, если вы наберете Django, это один из ведущих разработчиков. И, кстати, вот эта библиотека, это его еще один, это его продукт, да, вот того, что я дал. То есть, кроме того, что вы смотрите, сейчас пытаетесь описать, смотрите, какие имена использует человек, как он оформляет, когда мы дойдем немножко, да, до классов, как он оформил аргументы, что сразу все считывается моментально, как он строит логику. Я вам не зря дал этот код, и я всем это повторяю, ребята, это код профессионала высочайшего класса, учитесь, вот где надо учиться, с книг вы такой не научитесь. Как он проверяет, что он присваивает, как он разделяет программу. И код у него совершенно простой, читаемый, легкий. Почему так? Когда пишет для людей, ну, грубо говоря, изучил PAP-80 в Python и будет для людей, когда он начинает избегать споров по пустякам, ну, это же глупость, как спорили программисты, которые язык лучше, таки будут спорить. Он делится знаниями с другими и участвует в сообществе. Как правило, люди просто пишут библиотеки для сообщества. Он может браться за новые задачи. Ну, ребят, ну, видно, что просто новички. Когда он понимает принцип действия ИВ и ЭЛС и так далее в сочетании циклами, это человек, который долго не мог это понять, видно, когда понял, ой, ура, программист. А вот это все хуйня, извините меня за выражение. В школу много людей приходит, которые изучают язык программирования два-три года, прекрасно работают с атераторами, прекрасно делают куски кода, а писать не могут. В чем проблема? В неправильном изучении языка всего лишь. Смотрите, никто из них не указал обязательную часть работы. Все это может быть, может не быть. Часть работы программиста это работа с документацией. Все ребята, которые вот это писали, они будут делать следующее, а вы будете делать по-другому. Слышите, Святослав? У вас есть два пути, повторяю. Пут номер один. Вы работаете с исключениями, как я показал. Ваш файл должен рябить исключениями. И, получив исключения, ваши действия, как мы разговаривали. Набираем исключения, их не так много, и идем на официальный сайт. Запомните, первое правило, вы станете программистом, когда вы научитесь пользоваться документацией. Как только вы научитесь пользоваться документацией, все остальное для вас не будет иметь значения. Это у вас будет дополнительная память. Тогда вы решите все задачи, будете помогать людям, все остальное из этого будет вытекать. Я это не зря говорю. прочитали. Что делает большинство людей, которые рассуждают, как стать программистом? Они делают действия, место, которое я показал, вот следующее. Они глаза по две копейки, там мать или жена зовет, говорит, достаньте, у меня же тут ошибка. У него же ошибка не помощник, это зло. И он идет в гугл. Все. Нет никакого программиста. Нахрен завалил сам себя. И вот это гугланист, ну не программист, это копирольщик. То есть пришел, помню, не так давно парень, который Денис, да, и написал потом, когда разобрался в функции, написал, код пошел с головы, а не с гугления. Вот он прорыв был, вот он момент, вот оно становление. В первую очередь, если вы хотите становиться программистом, то все, что здесь написано, это у вас будет в разные периоды жизни. изучили изучили вы, пошли у вас функции, ой, понял, if, else там, да, я понимаю, но это не значит, что вы программист. Что вы делите знаниями, разве вы программист, нет? Что вы там избегаете спорок, да глупость. Я вам скажу, что надо изучать Rust вместо C сегодня, потому что уже Google признал, что 90% проблемы из-за неправильного распределения памяти и утечек. Rust этого не предполагает, но программ много написано. Кто-то сказать другое. Когда он задумывается о разработчиках, так это же не знание не знал программистам. Это культура поведения программиста, которая потом придет. Как оформлять код? Вот вам пример Рассела кей-то магии. Вы можете со мной не соглашаться. Я вам знаете, сколько сейчас после 14 лет про программирование расскажу? Ну, я, допустим, встаю за стола, у меня всегда ощущение, что я ничего не знаю, у меня много знаний, как только начинаешь собираться, у меня появляется документация, все, я успокаиваюсь, потому что я люблю себе работать. Я понимаю, что теперь я все знаю. У меня есть память, которая продолжается как документация. Поэтому вы выбираете два действия, выбираете сейчас и и Святослав принуждаете себя использовать один из путей. Получили исключение, пошли сначала на документацию, разобрались, попытались исправить, а потом сходите в гугл, никто же не говорит, посмотрите, как это исправляют другие. Но первый шаг документация. Так вы что сделаете? Будете знать, где что находится, будете понимать документацию, ее не так просто понять. И вы заметили, что все пишется в командной строке. Поэтому либо вы с большими глазами всю жизнь будете носиться по гугл и искать ответ, который похож на вас, либо вы научитесь разбираться. Чтобы научиться разбираться, ставим точку в этом вопросе, мы начинаем изучать, я вам сказал, это вы не услышали, правильно? С первого урока задания. Идти через исключения. У вас их должно быть много. То есть задание, которое вы выполняете, оно выполнено для вас, считается, когда вы разобрались со всеми возможными вариантами исключения в этом задании. Синтаксическая ошибка, поставили значит STR место INT. то есть вот тогда исключения для вас будут тем, чем они должны быть помощью. Разобрались. Я так понимаю, надо еще повторить, хотя вы здесь, вот здесь вы молодец, Святослав. Чтобы вы себя не мучили вопросом, когда называть себя программистом и не занимались всякой глупостью, да, то я вам рекомендую дальше продолжать делать то, что вы делаете. Вы написали файл на Python, человек с нуля, ребята, смотрите, с нуля, он ничего не знал о языке, дал конкретных заданий, за неделю вырыл, разобрался с числами, разобрался со списками, разобрался со строками. Уже хорошо. Это вот начало программирования лежит. Разобрался по документации, а теперь смотрим. Неделю назад человек заявлял следующее. Идем в его рэпо. Завел репозиторий на GitHub. Молодец. Переходим к его рэпо. Вот фирскоды. Прошла неделя. Тоже задание. Нам надо, он будет читать этот файл и писать такие файлы скоро. Я думал, это наверняка какой-нибудь сайт. По программированию посмотрел несколько уроков, все остальное ничего не понимаю. Через неделю смотрим. Открываем. смотрим, что он прокомментировал. Это подсказки VS кода дает, поэтому не обращайте. Переменной присвоено значение строка. Вот оно начало. Вот оно. Он видит. и теперь вы что не говорите, у него есть будущее. По одному моменту он увидел. Это происходило со мной очень давно, больше 10 лет назад, когда я подозвал жену, вот кот был Джанго, и говорю, смотри, что это? Она говорит, ну, некая херотень, по-моему, так сказала. я говорю, это же строка, это не просто кавычки, это строка. И я понял тогда, в тот момент, что я вижу, для меня это ожило. И смотрите, для него, для Святослава это ожило, это стало строкой. Дальше, переменные присваивают значение, параметрам также присваивается значение, молодец. А вот тут я ему попросил, задавай вопрос, если что-то непонятно. это наше будущее. А чем же отличаются параметры аргумента от переменной, если им тоже присваивает значение? Я сейчас вам дам подсказку, а это вот то, что основное нам надо будет изучать чуть позже. На самом деле все очень просто. Смотрите, параметр, вот допустим, у вас есть костюм пинжак, возьмем пинжак. Пинжак это просто пинжак. Если этот пинжак чей? Святослава, то Святослава это уже переменная. Аргумент чей пинжак? Святослава. Значит, параметр это то, куда передаются значения. Пинжак это параметр. Пинжак Святослава, Святослав это значение для пинжака. Этот пинжак принадлежит Святославу. Или этот пинжак там черный. Этот пинжак сделан с такого-то материала. Для чего нам нужны параметры? Параметры обозначают какие мы будем это изучать потом. Что собой будет представлять, какие нам надо передать аргументы. то есть вот здесь у нас вынет мы посмотрим позиция, сайз, то есть это окно. Сразу видно, да? И мы думаем какие параметры присвоить окну. Ну например позиция надо на рабочем столе надо, заголовок окна надо, вроде надо, размер надо и так далее. То есть параметры это то, что мы продумываем то, что присвоено какому-то объекту. То есть по сути дела они собой представляют то, что понимается человеку. Это как в комнате длина, высота, ширина. Это как понять, да? А аргументы это то, что передается параметрам. В данном случае нет, нет. Вот тут есть два аргумента. 100-100 позиция, да? Параметр то, что имеет начальные значения, аргумент то, что передается параметру. Зачастую в языке программирования Python и других все называется аргументами. Ну, просто так программистам, которым проще. Теперь вы скажете, а чем же они отличаются от переменных? А вот я вам предлагаю то, что я говорил, открыть документацию, открыть глоссарий. И попробуйте здесь найти аргумент. Смотрим, что такое аргумент. Аргумент значения, передаваемые функцией или методу. При визу существует два вида аргументов. Ага, стало на места. если обычной переменной мы передаем значение, то это и есть просто переменная. Аргумент это та же переменная, но только значение в данном случае передается к чему? Функции или методу? Это классы. Теперь найдите, что такое параметр и так далее. Просто в языке Python и в других языках есть такая особенность Святослав, что слова могут иметь разные значения, которые значения понимаются от контекста. Ну, например, слово бокс, оно может пониматься только от контекста, это не касается языка программирования. Например, я говорю вам, что такое бокс? Вы мне не можете точно сказать, а если я скажу два человека на ринге, судья им говорит, что бокс, мы подходим к боксу с автомобилями, контекст. То же самое и в языках программирования. Есть переменная, есть просто переменная, есть значение. Если значение передается в функцию, то это будет называться аргументом. Если просто значение присваивается к какому-то переменной, просто слову, то это просто будет значение переменной. на это надо брать просто исключение. Или в будущем познакомитесь, есть метод. Ведь вы изучали строки, да? У строк есть методы, то есть готовые добавить к строке, удалить со строки, но при этом функцию от метода отличает ключевое слово self в классе. это метод класса. Есть метод строки, а есть метод класса. Это все легко различается со временем, но вы на эти вопросы ответите сами. Тем не менее, вопрос грамотный. Поехали дальше. Везде, где есть non-e, true, false, это тип данных, bool, я еще не понимаю. А понимать то ничего не надо. У Святослава у вас допустим есть красный пинжак. Мы задаем вопрос у Святослава желтый пинжак, но если он у вас красный, нет, не желтый, значит будет false. А если мы пишем у Святослава красный пинжак, да, красный, значит будет true. Если значение вопроса совпадает с тем, что мы хотим, это будет true, истина. Если не совпадает, это будет ложь. Логическая проверка. Это все позже. Так, тут пока лучше не читать. Переменной присвоено значение строка тога. Молодец. Title, да. Переменная title присвоена строка тога. То есть начинает файл потихонечку оживать. Уже приятнее. Но мало того, открываем sol. Что я вижу, разобрались? Разобрались, что в солидности надо писать только с контрактом, фигурных тела контракта все описали. Отлично. Блок функции, публичная приватная функция, список параметров. Правильно. По функции неизменяющих переменных состояний. Это все дойдет потом. ретро. Функция может иметь дополнительное предложение. Это нужно, чтобы вернуть значение. Да, функции мы пока не трогаем. Уже хорошо. То сейчас надо сделать. Я знаю, что ваша задача изучить солидность. Но помните, мы говорили, вы хотите быть настоящим программистом? Настоящему программисту без разницы на каком языке писать. Не надо ни с кем спорить. Берешь и пишешь. Итак, вы начали изучать два языка. Поэтому, ребята, кроме Святослава, когда мы изучаем язык, минимум надо изучать два языка. Сейчас у Святослава вываливается, ретро вывалился, вывалилось, что оказывается во всех языках присваивается значение. То есть то, что присуще всем языкам. Языки схожи. Я бы на вашем месте посмотрел бы еще Котлин. переменные именно покопайте. Просто здесь вы увидите в Котлине, что оказывается в других языках у переменных бывают изменяемые, неизменяемые, вар, валь. И посмотрел бы JavaScript. Он вам все равно понадобится, вы без него не сможете работать. найдите либо на Mozilla MDN это официальная документация JavaScript. Либо так где-то и найдете здесь переменные. Именно по переменным поработайте, не лезьте дальше, поработайте по переменным. И для вас сейчас важно выбрать то, что относится ко всем языкам. То есть это значение и все-таки давайте последний момент. Сейчас вам надо будет переписать вот этот код, который вы писали. Если получится, напишите его в Jupyter. Установите, посмотрите на YouTube. Я дам уроки. Первое. Перепишите этот код с исключениями. Я хочу, чтобы вы мне дали описание исключений, то есть синтекс error. Что вы смотрите, куда вы смотрите, что это означает. Пока вы не пройдете исключения, вот ту, которая будет попадаться, пишите. Нажимаем на исключения. Это первый момент. Второй момент. Давайте мы кое-что проделаем. Теперь еще я хочу, чтобы вы нашли на официальном сайте Python следующие функции gear. Пока найти, прочитать и попробовать применить к своим переменным. объектом. Это анализ объекта. Почему? Записывайте сейчас еще одно домашнее задание. Разберите, что такое объект. Подскажу. В Python все объект. Благодаря тому, что мы можем делать разные действия, а разные действия можно делать только с объектом. Иными словами, пенжак может быть красный, размер 55, 56, 60 и так далее. И так далее. То есть имеет определенные свойства. Эти свойства может иметь только объект. В Python, в Kotlin, в JavaScript все объект. Но вы почитайте и ответьте мне. Отсюда все начинается. В языке программируемой, кроме этого, каждый объект, в данном случае я взял результат, имеет определенные методы. Сейчас они нам не интересны, но нам важно, чтобы у нас привыкал взгляд. посему найдите функцию dir и введите переменную вашу. Да, мы видим кучу методов. Пока мы о них не говорим, но внизу я покажу. То есть вы запоминаете. Выписывайте дальше тип. Все это вам пригодится в будущем, потому что вам в программах придется проверять тип. В языке все надо проверять. Поэтому есть еще что? Тип тип результат флуат. Дальше ID. Почитайте про ID. Каждый объект имеет свой номер, который не меняется в процессе жизни. Есть еще такая библиотечка inspect. Так и вводите. Inspec И здесь очень большое количество методов, которые помогут вам проверять. Пока просто ваша задача с ним познакомиться. Вот допустим inspect method result. А теперь то, что мы говорили. Вот она память. Вот она память объекта. Вот где он хранит. Вот конкретный адрес. Вот конкретный адрес. Вот она память. Вот здесь functions float. Что за что отвечает. Что это обозначает отойдете здесь. Пока просто познакомиться. То есть то, что доступно в данном случае все действия, которые нам доступны для этого объекта. Какие методы ABS, А да, это пока не надо. Но пусть глаза привыкают. Не надо бояться. Ведь большинство новичков боятся методов. Дальше help result. Мы можем узнать все об объекте. Class float, object это. Дальше методы, которые поддерживаются. пусть 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 это number. Все. Дальше. А вот допустим result help. Это сейчас ошибка, но если будет, когда будет у нас допустим в функциях описание, то мы получим нормально. А вот метод первый познакомить. Начинаем знакомиться, пока вы не знаете report, да? Находите, читаете. Вот она память. И пишется float object, то есть да, это float object, а вот место в памяти. Метод формата. Результат ABS. А вот теперь про ваша true false. вот я пишу. Смотрите. Из инстанца. Из инстанца. Функция проверки типа объекта. Что вы знаете, что это float, да? Я пишу. Результ это строка, а B функцию взял. Результ это float. В первом случае строка ли это? Нет, вы говорите. Вы знаете, что это float? Он написал false. Это ложь. Это не строка. А во втором случае я проверяю результ результ. Результ это float. Вы четко понимаете, что это float, да? Да, это истина. Это float. Мы можем в будущем благодаря этому проверять. То есть, допустим, мы вычисляли, вычисляли, а у нас получилась строка. Если строка, то закончить вычисление, а если число, то продолжить. Нам и нужно false. True. Чтобы принять решение, да или нет. Я пойду в магазин? Я не пойду в магазин. Если нет привоза хлеба, я сейчас не пойду. Привоз сейчас нет, я не пойду. False. Я не пойду. Или вы идете в магазин, заходите в магазин, вам надо купить рыбу, а перед вами что? Раздел с порошками. Вам туда надо? Вы говорите false в себе. Мне туда не надо, мне надо колбаса. А вон вывеска колбаса. True. Мне туда надо. Вот эти методы, которые я показал, сейчас все выписать и прочитать про них. Вы же потом можете написать, допустим, следующего вида, функцию себе, не функцию, а хотя бы так просто. Например, у вас есть некое действие, а присвоя значение 5. А вы пишите, допустим, help, help. Ну, справка. Теперь мы можем, например, сделаем следующее и там поехали help, поехали дальше, рэпор, просто поставим везде слово help, да, или другое, help не очень удачное, потому что это может зарезервировано словом. откликался, смотрите, я нечто делал, потом взял, переприсвоил переменную help моей переменной а, а у меня есть заготовка из всех, что я показывал, help, help, my, help, my, я могу здесь может быть b, c и так далее, но тем не менее, мне не надо каждый раз писать, и я получаю все об объектах, да, только надо, наверное, по-другому немножко перестроить, или здесь сделать, допустим, отдельно, да, например, a1 присвоить, пока очень просто, b1 присвоить, а здесь как вы изучите форматирование строк вашего домашнего здания, print и выводите a1, чтобы все вывелось, b1 здесь делаете чего-нибудь строку так, что-то я не то сделал, и смотрим, да, смотрим, смотрим, так, name, error, давайте смотрим, где я, a1, b1, ошибку, name, самая частая ошибка, да, что мы делаем, правильно, мы либо идем в google, да, так делают большинство, и они потом рассуждают, как стать программистами, они не станут никогда, они будут просто поиск в google осуществлять подобного кода, то есть сколько бы не рассуждали, когда он станет, вы не рассуждайте, когда вы станете программистом, вы уже, вы просто поступаете, как должен поступать программист, документация часть работы, name, error, name, error, python.org, и находите, так, не это, так, 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 стоп, не нашли, ну, в общем, вы поняли, да, находите именно документации, я не буду сейчас терять время, не существует, правильно, потому что я нажал B1, а у меня B1, смотрим, девятая строка, верно, девятая строка, вот оно имя, показалось, да, вот оно имя, что не так, я смотрю, в пятой строке у меня B1, я исправляю, и снова, ctrl, enter, дальше смотрю, вот оно, вот он метод, вот до этого, что шло, то есть вы можете сделать заготовку и проверять все скопом, тут можно и функцию написать, все это потом, пока делайте попроще, пока ваше дело, чтобы привыкали глаза, потому что, когда вы не будете знать, что есть такие методы, а то люди год, два, три программирования, а я, и не только знаю, в большинстве людей свои говорят, а вот вы, когда они будут у вас на глазах, потихоньку начнете привыкать, и к классу мы подойдем уже не с такой боязнью, и так, у вас было несколько заданий в течение этого урока, пока работаем с переменными, с типами данных, попозже их уже обсудим, да, сейчас ваша задача форматирование строк, помните, у нас в начале попалось, и все остальные домашние задания, которые я дал, также плюс добавьте два языка, JavaScript и Kotlin, там они, вы посмотрите по-другому, ваша задача сейчас просто, чтобы у вас вывалилось, что все перемены имеют значение, но в JavaScript, и второй момент, обратите внимание, как я говорил, а где хранится, в Python здесь все понятно, ссылка, да, но в JavaScript не все так однозначно, обратите внимание на хранение, там есть ссылка, есть другие вещи, почему, потому что если ссылка, это понятно, ведь когда мы ссылаемся на другой сайт, мы тот сайт не можем изменить, но допустим, в JavaScript есть такие вещи, что мы имеем постоянный доступ к объекту и меняем, и если мы это не учитываем, то получается поменяли, а до этого писали код, рассчитывали на одно, получили другое, то есть, я хочу сейчас заострить ваше внимание, присваивание значение, да, переменное, это присваивание и хранение, так вот, второй момент хранения в разных языках, оно по-разному, все остальное будет практически одинаково, но вы поймете еще такие вещи, что есть в других языках, вар, валь, изменяемые, неизменяемые, и в солидности вы тоже столкнетесь с такими вещами, что-то будет меняться, что-то не будет меняться, то есть, это можно понимать, только изучая несколько языков и работая с документацией, но, Святослав, скажу так, учитывая, что вы вообще ничего не знали о языке и через неделю, это уже неплохо, но, дабы это не превращалось в кашу, я хочу видеть исключение, красное все должно быть, от исключений, вы, еще раз, я не зря вам показал рассуждение ребят, когда они станут программистами, на самом деле, вы, надеюсь, услышали меня, что каждый описал какой-то свой опыт, но пройдет время, и это будет ерундой казаться, потому что вы не думайте, когда вы станете программистом, вы просто поступайте, как поступают настоящие программисты, если документация это часть работы программиста, значит, какая ваша задача с первого дня работы документации, что вы и начали, молодец, потом посмотрите в гугл, я же не против, но сначала документация, это часть вашей работы, это ваше спасение, это продолжение вашей памяти, ваша задача поработать, знать где найти, знать как найти, это тоже надо нарабатывать, надо набирать ручками, 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 ручками по клавиатуре, этот опыт набирается ручками, Вот как изучается язык. Ручками набрал. А что такое строка? А где он на сайте Python? Ручками по клавиатуре. Если вы будете поступать отсюда, получили исключение, пошли в Google, программистом вы точно никогда не станете. Да, вы будете писать код, но согласно будете писать код, который уже написан, искать, но сами с головы писать не сможете. А хотите, значит работайте через исключение. У меня пишут все. Все, кто хочет. Ну потому что я предлагаю работать таким методом. Это самый эффективный, ребята, метод, когда ты работаешь на короткой ноге. То есть ты видишь, что получается у человека, что нет. Вот я на данный момент вижу, что да, увидел переменные, но по ссылкам переменных пока плавает. Правильно. А это надо сейчас бить голову, потому что с переменными оно будет жить. Сколько будет работать в языке. Тем не менее, начал видеть ту же строку. Это уже прорыв. Это и есть прорыв. Это можно порадоваться. Ну и то, что он и на солидности уже первый код написал. Это же здорово. Но ведь эта кардинальность, Святослава, отличается от того, что вы писали неделю назад. В первом коде. Что вы написали? Не знаю, то не знаю, это не знаю. Пару видео смотрел. А сейчас смотрю уже, сколько навратили. За неделю. Так вот, запомните, ребята. Когда вы проходите какие-то курсы, общая для всех программа, это не очень хорошо будет работать. Самый мощный способ, вот сколько лет, уже 14 лет с языком, когда человек учится именно таким образом. То есть, он делает, ты видишь, что у него не получается, даешь новые задания, но он все делает сам, пропускает через свой опыт, что надо, я подсказал, объяснил, дал первичные знания. Главное, что у Святослава получает свой опыт, поэтому он будет писать. Мое дело что, в чем дело преподавателя, направить, иди сначала в документацию, работай с исключениями, изучи вот это. Вот так человек пишет, самый быстрый путь. За два, полтора-два месяца можно основные моменты поставить, чтобы у него были, что появились? Немножко так почву под ногами, чтобы он знал, куда идти. Основы, да? Переменные, пошли дальше, дальше, дальше. И все потом становится на места. Все, ребят, спасибо. Все получится.